Некоторые люди говорят своим пациентам о перекрученных желчных пузырях, у тебя скрючен, перекручен, не так сгибается и так далее. В общем любят фантазировать о желчном пузыре. Но есть такая структура нашего организма, которая называется микробиом. Прочитать литературу о микробиоме можно как минимум за несколько десятков лет, не выходя из дома, чтобы понять как работает микробиоза, а то и больше. Желчи в желчном пузыре являются лишь накопителем той желчи, которая выделяется из печени, а в печени она либо синтезируется, либо попадает из толстого кишечника, и при этом на выделение желчи никак не влияет скрученность желчного пузыря. А если и влияет, то это нереально в редких случаях, может быть с каким-то генетическим заболеванием. Выделение желчи из желчного пузыря связано с микробиотой и питанием. К примеру, чтобы многие знали, просматрив один сайт на английском языке, там говорилось о сравнении курицы, выращенной 50 лет назад и сейчас на тех же практических предприятиях. Так вот, курицы, выращенные 50 лет назад, имели в два раза больше полезных веществ, чем выращенные сейчас. Поэтому питание играет первую роль в работе желчного пузыря и желчиотделения, а также и ее состава. К примеру, еще могу сказать, что желчный кислот и тех продуктов, которые с ним выделяются, куда больше описывается в научной литературе, чем в обычных учебниках. Есть еще такое понятие, как трансизомеры, которые работают в организме с разной активностью в разных тканях. Например, у витамина D 6 трансизомеров, и все они нужны. У бета-каротина их 12, а у желчных кислот их более 400. Так что основная проблема – это сменение своего питания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok